Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, что вы нашли это место. Не знаю, сразу вы его обнаружили или использовали карту. Лично я всегда пользуюсь картой. Картой Тинькофф Блэк с лимитированным космическим дизайном, друзья. Кто-то скажет слава, но ведь по ней нельзя найти дорогу. Зато по ней можно определить, что перед вами за человек, да? Ну что ж, пару слов, да? Вы, наверное, думаете, что же там за карта. Вот что там за карта. Смотрите, с картой Тинькофф вы получите. До 20% кэшбэка на покупку билетов в кино, концерты или театры в приложении Тинькофф. До 15% кэшбэка на три любые категории трат. 1% кэшбэка на все покупки, да? И, конечно же, 6% годовых на остаток по счету. Сейчас кто-то сидит и думает, боже мой, это что, реклама на живом концерте? Ну вот скажите мне, у кого еще такая проницательная аудитория? Только у меня, да. Заказывайте карту по ссылке в описании и получайте до 10% кэшбэка на все траты в первый месяц. Ну что, друзья, можем начинать? Отлично, поехали. Будут ли шутки про Зеленского? Да о чем мне шутить про Зеленского? Я ж не знаю вашу политическую ситуацию. Я ее вообще не знаю. То есть мне просто Зеленский нравится, потому что мне нравится история, что вот так вот запросто просто человек может стать президентом. Мне вообще очень нравится, когда кто-то становится президентом. Вы знаете, вы вообще тут охренели у вас. Сколько у вас уже разных людей были президентами? Просто у нас 27 лет, прикиньте. Кому-то из вас нет 27. Так что что мне шутить про Зеленского? Все замечательно. Я не знаю, возможно, есть какие-то внутренние проблемы. Кто-то там с ним согласен, кто-то не согласен. Но я просто рад, что что-то меняется. Знаете, ты смотришь, ну что думаешь, вот дают, а? Вот Украина молодого отхватила, конечно. Сидите там довольные, да? Да, как вас зовут? Ира. Да, ваш вопрос. Почему парни поменялись местами с девушками? Девушки хотят секса, а парни отношений. Почему парни поменялись местами и кто-то захлопал? Ничего себе, это прямо распространенная проблема какая-то. Все такие, Слав, да с президентами. Это ладно, ты бы знал, ты бы знал, что в отношениях мы, парни Киева, уже не знаем, что делать. Нас постоянно трахают и не перезванивают. Слава, ты бы знал нашу боль. Боимся в ночной клуб выйти. Подваливать, поехали ко мне, будем встречаться. Все уши тебе прожужжали. На море поедем, я буду тебя требовать встречать. Меня в аэропорту, потом все. Супер секси, до свидания, ни имени, ни телефона, да? Это серьезная такая проблема? Ну, у меня да. У вас да? То есть вы встречаетесь с парня, да? Допустим, у вас происходит секс, и парень такой, я хочу, давай встречаться. И вы такие, а, что-то не слышно, плохой сигнал. Да, у вас так происходит? А какая у вас, можете рассказать последнюю ситуацию, например? Ну, не стесняйтесь, просто расскажите. Вот вы типа познакомились с парнем, и что он вам стал говорить? Ну, я познакомилась с парнем. Так. Он мне нравится в сексе. Он вам нравится в сексе. Да, я хочу с ним иметь просто сексуальные отношения, а он хочет что-то больше. Он хочет больше. Можно как-то подсветить эту золотую женщину? Просто... Просто, чтобы парни вот так показывали всем. Видала вот это? Видала? Так, и вы ему говорите, значит, в пятницу, в субботу, чтобы после 12 был на проводе, да? А он типа хочет... А вы почему не хотите с ним встречаться? Нет, ну не на проводе, а он просто работает по вызову. Он работает по вызову? Подождите, а кем он работает? Он айтишник. Он айтишник. Какие интересные айтишники в Киеве, народ. Это номер. Что, что, что? Номер его можно? Номер его? Нет, самое смешное, что я должна была прийти с ним сюда. Ого. Но он ездил во Львов, и я надеюсь, что эта история не попадет, иначе он услышит. Я думаю, что она точно попадет. Прямо сто процентов. Нет, было бы смешнее еще, если бы вы сказали самое смешное, что вот он сидит, встань, пожалуйста. Он такой, ну почему ты не можешь со мной встречаться? Спасибо большое, это было потрясающе. Да, это... Вы не переживайте, он не догадается, что это вы, мы изменим ваше лицо, ваш голос. Вы будете, как в передаче «Моя семья. Маска откровения». Будете сидеть такие, а у меня есть парень, и он хочет со мной встречаться, но мне нужно лишь по вызову. Будете сидеть, смотреть шоу, он такой, кто это, понятия не имею там. Я вообще не ходил, а этот комиссаренко неопрятный и неприятно на него смотреть вообще. Да, как вас зовут? Михаил. Мне сказали, если я не задам вопрос, мне придется заплатить за билет. Вам сказали, если вы не зададите вопрос, вам придется заплатить за билет. А как вы сюда попали, Михаил? И как вы с кем договаривались? Пока что бесплатно. Пока что бесплатно? Так, а я почему не в курсе? Михаил, что по поводу незаконного проникновения на мероприятие вы хотели сказать? Но вопрос не смешной, но я попытаюсь его смешить. Попытайтесь, пожалуйста, Михаил, потому что вы и так здесь на халяву, хотелось бы какой-то профит получить вообще от этого. Да, пожалуйста. Слава, как ты подписан в инстаграме? А вы умеете комедийные приемы некоторые использовать, Михаил? Как я подписан? Я подписан Слава Комиссаренко. В одно слово я подписан Слава Комиссаренко. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, все, вот это. Михаил? Билет отработан. Да, девушка, ваш вопрос? Мы случайно перепутали дату твоего концерта и приехали вчера сюда на чужую свадьбу. Подождите, вы перепутали дату концерта и приехали сюда на чужую свадьбу? И как все прошло? Охуенно? Офигенно, Слав, все прошло, даже думали сюда не идти, если честно. А что, на свадьбу же можно так зайти, никто же не догадается, что вас не пригласили, да? Они просто думают, ну это, наверное, от них. Они думают, наверное, это от них. Долго убеждали людей, что они настроят, и это не свадьба. Мы говорили, вы настроите, и сейчас не едет слова. Нифига себе, а вы реально зашли на эту свадьбу? И вы... Смешно, Михаил, да. И что, что, вы зашли на свадьбу? И сколько вы провели там времени? Часа полтора? А вы из таких людей... Ну, Михаил, уже выехали? Так будь добр время проводить с толком. Просто танцевали на свадьбе, так я у нас еще на завтра билеты, а? А что, как свадьба, понравилась вам? Да, я наняла человека на работу. Вы наняли человека на работу? Кто вы такая? Вы вообще не отступаете. Михаил бесплатно ходит на мероприятия. Вы, если куда-то, приезжаете, отрываемся здесь. Так, блядь. А вы чем занимаетесь? Вакансии интересуют. Просто все свои потребности. Потом Ирина подъехала, такая, секс без обязательств. Просто расшатали все мероприятие. Но вам понравилось? Да. А что за человека вы взяли на работу? Системный аналитик. Системный аналитик. Как вы на свадьбе догадались, что он системный аналитик? Это была невеста. Это была невеста? А как это произошло? Практически отжали свадьбу просто. А? Сейчас Михаил пошутит, и мы продолжим. Ага. Подошла и предложила выпить. Она подошла, предложила выпить. А она такая, типа, это от мужа, да, думала? Вы такие, ну, возможно. Такие, что ты умеешь, невеста? Это все, конечно, хорошо, вот этот блеск, мишура, но вот по сути-то свадьба-то пройдет, а жить-то на что? Слушайте, вы потрясающие ребята. Да, Михаил, не обижайтесь, давайте им поаплодируем. Классно. Авиа-сейлс. Все, косари на карте. Что еще надо в этой жизни, народ? Спасибо. Потрясающий вопрос. Украинское отделение авиасейлс. Ага, да, хорошо. Собираюсь ли я на парад? Нет, я с трудом понимаю, что вы говорите. Вы... Я, знаете, ну... Вы маете сумление так размовлять, окей? Тоже могу не дареку такую тут устроить. Трошки по ваге, а то, ну, будто с глузду съехали, конечно, на вождь-то не разумею. А вам что-что? Все понятно? А есть такое, что украинцам понятен белорусский, а белорусам... Да, есть, ага. Собираюсь ли я на парад? Да нет, не собираюсь, перекрыли весь город. Я уже на него репетиции, я все репетиции видел вообще. Я вам могу про белорусский парад в ответ рассказать. Это чистая правда, я вам новость расскажу. Это чистая правда. Просто представьте, в Беларуси, я не знаю, может быть, три года назад, была репетиция парада, и на этой репетиции, на улицу, прямо на проспект, вышел мужик и показал член танковой колонне. Это правда. И меня больше всего в этом поражает, мне больше всего нравится, что он показал его на репетиции. То есть, понимаете, он хотел сначала отрепетировать. Он... Ну, не просто, он такой... О, все, получилось. Завтра в 12, все. Да, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Дима Комиссаренко. Вас зовут Дима Комиссаренко? Серьезно? Обещаю. Вау. Так. Собственно говоря, вопрос, Слав. А вот... По поводу алиментов. У меня украинские корни. Получается, по маме все русские, а по папе половина белоруса, половина украинца. Но я считаю, что я белорус, потому что родился, вырос, стал человеком в Беларуси. Вот так. А папа говорил все время, что комиссар, это в украинской армии был какой-то, типа, чин какой-то, какой-то близкий, там, что-то к полковнику или, там, генералу. Ну, папа потом говорил, вообще, к маршалу, там, вообще. И он все время говорит, что если бы вернули вот этот закон о репарациях, о возврате имущества, что у нас в роду был какой-то на Украине, в Украине, извините, да, был этот крупный, крупный... Это как Долгополов приезжает в Минск и такой, привет, Беларусь! И все такие, да, мы Беларусь, не Беларусь, а, е-е-е! Вот, и папа все время говорил, что если бы вернули вот этот закон о репарациях, о возврате, я его, надеюсь, правильно называю, о возврате имущества, он говорит, мы бы были богаты. Я говорю, у тебя, пап, такой финансовый план на жизнь, да? Да. Так. Чисто гипотетически. Какой бы жанр я выбрал? Слушайте, ну, многие же парни хотят сняться в порно, да? Ну, я просто, они, мне кажется, парни себя переоценят. Я оцениваю себя адекватно. Я точно могу сняться в порно, но не главным героем, а вот этим чуваком, который не замечает, что где-то рядом трахаются. Знаете, который препод лекцию ведет, там трахается, он такой, что за шум такой? Что за шум? И все, и деньги на карте, пожалуйста. А вы смотрите порно? Какой самый странный порно-ролик вы видели? Ну, без жести, просто самый странный, который вам показался странным. Слав, странный не надо, есть интересный. Автостоп, да? И что там произошло? Ну, в принципе, понятно, что там произошло. Человеку надо было... Еще один. Еще один, так. Вы стоматолог. А стоматологи и порно, вы сами понимаете. Тебе вкаливают обезбалывающее. Чтоб ты не баловался. Так, вы стоматолог? Да, я согласен, это сбивает совершенно. Знаете, какой я видел еще очень странный ролик? Я видел очень странный ролик в порно. Он назывался Lonely Steven Solo. Прикиньте, сидит Стивен и солирует. Как бы... Я офигел, потому что я думал, что голый мужик с членом в руке должен быть с другой стороны экрана. А это... Просто это выглядит, как будто он тебя передразнивает, знаете? Ты сидишь такой, очень смешно, Стивен. Я сразу выключил. Я так испугался, что кто-то зайдет. Просто... А что я скажу? Он первый начал? Ну... Со стороны выглядит, как будто мы со Стивеном созвонились по скайпу и решили, что нормальных баб больше нет, да? Вы так перечисляли, знаете, как в рекламе было. Вы публичный человек, у вас постоянно перелеты, насыщенный график. Я думал, что эта реклама та в три погоды, знаете? Типа Берлин, штормовой ветер, Париж, палящее солнце, Сингапур. Сумасшедшая влазность. Как ваша прическа остается такой блистательный, Вячеслав, несмотря на все эти гастроли и безумные перемещения с авиасейлз? Рэпер Серега приезжал в Беларусь и жал руку Лукашенко и сказал, что про него обманывают все. Как ты себе представляешь ситуацию, если Лукашенко звонит Сереге и просит приехать его? Как это было бы? Мне кажется, рэпер Серега много делает каких-то поступков и потом такой, вместо того, чтобы признать, что не надо было, он прям топит до конца. Это же этот ролик гуляет, да, где он Монатику говорит, что у тебя ничего не получится. В итоге у Монатика получилось все вообще, что только можно. И Серега такой, не, мне не нравится. Прикольно, чуваку Монатик не нравится, а Лукашенко нравится. Вот это, конечно, не туда завернул немножко, да? — Как ты считаешь, у тебя получается новый твой формат и все твои друзья Шпако и все остальные из ЧВД? — Да. — Вот у них что-то такое нового, ничего не получается. Как ты считаешь, формат чуть-чуть? С учетом, что у меня все получается, а у них ничего не получается, как вы говорите, и мой формат очень крут, я чувствую легкое ненавязчивое превосходство и окрыленные волны успеха. Я шагаю в новый день, друзья, да. Спасибо большое, Киев! Вы суперкрутые! Спасибо большое, пока!